так всем привет ребят короче понемножечку начинаем мы сейчас я логотип кунг фука подобавлю и можно в принципе стартовать чуть позже его размещу куда-нибудь удобнее вот начинаем стрим немножечко хоть поднастроил канал описание более-менее оно стало компактно я еще там доделаю немножечко но сейчас попонятнее да как бы стало единственное что анонс куда-то в жопу мира я извиняюсь запихивается постоянно это не очень почти остальное так 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 Так, короче, сейчас ткасты черкать начнут. Мне нужно прикрыть окно. Чайку бы заварить не помешало бы тоже, конечно. Походу, я не успеваю так прямо сейчас сделать. Короче, сейчас я на секунду свалю, наверное. Вернусь к вам через минуточку просто. Всё! Всё! Продолжение следует... 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 Так, все в игре. В общем-то, по багам всяким отписываю, в общем-то, решаю вопросы всякие. Здарова, шайба, спасибо тебе. Ну, правильно, надо пробовать на ГСЛ участвовать, почему нет? Я бы не бы на ГСЛ посмотрел, это тот, кто должен именно там играть, а не на каких-то других турнирах. Спасибо. Так, кстати, вроде как озвучку всю ввели. Там все дела, так что можете поддерживать. Все нормально вроде как. Немножечко подделал, как вы видите, описание канала. В общем-то, кибетик или нового девайса, клепкабельные картиночки сделал. Не успел немножечко перед стримом. Там еще ссылки немножко подделаю. В правой, в левой части, точнее, кошельки нормально запилил, чтобы видно было бы как бы... Так, сейчас погоди, чуть подделаю, чуть смотрю, вот... Так, сейчас погоди, чуть подделаю. Так, ну что, поехали, ребят. Привыкаю все к новому этому всему сайту. Чаек успел заварить, это ништяк. ПОДАЛИСКИЕ САЛОДИСКИЕ 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 С очевиден корейский процесс, хоть он и тренер, но он тренер-тренер играющий, как бы очень на неплохом уровне сейчас находится, как вы понимаете, я думаю. Вот. Может, кстати, и на лайфинг мы на какие-то игры сегодня тоже успеем. Сегодня ведь еще финал месяца Гоу Коиска. Вот. Будет. Шайба новая. Есть старая версия, есть, как бы, ну, тебе ссылочку спрашиваю, в чатике скинут. Вот. Но дело в том, что на новой версии уже никаких, ну, обновлений нет вообще, в принципе, как его, да? Так, Андердокс. В 17.00 еще Блайс Марин Лордом будет биться. Андердокс можно будет посмотреть, кстати. Будет. Че? Бо-31 Блайс Марин Лордом. Да ну вы гоните, короче. Ну, ладно. Надеюсь, до Гоу Коиска они успеют отыграть. Пауза, что-то просит, что-то случилось. Что-то там лагает. Китайцы ВПМ не работают. На Хэммиуму ВПМ-то он на Азии играет. У него там пингстол максимум там. С лишним, да. Снежные китайцы, а. Блайс 420 играет иногда. И даже Кинов и Дарков пробревает. Карты берет немножко его. Вот. Но не выиграл вчера Блайк, к сожалению, тоже. Игра возобновлена. На наши зомби напали. Наш пилон атакован. Так, ребят. Акирыч там, кто поддерживал вчера, если таковые были, позже сверху сделают. Вообще-то пока не восстановлено, да, эта инфа, к сожалению, вот, по поводу вчерашней поддержки. Вот, если сегодня какие-то косяки будут, пишите так же. Ну, я думаю, вы напишите в любом случае, как бы, если будете поддерживать, да, там еще что-то не так. Короче, Сторг Пилон, он просто блоканул вторую базу, оппоненту своему он не может ничего здесь впилить. Силки у нас ставят базы. Вот вы видите, как их разбрасывают. Ну, с одной стороны, интересно это все. Ну, почему он интересен вот здесь еще? Ну, почему не здесь и здесь, например, ставил так бы вполне логично выбил бы пилон и 4 бы занял. Хотя, с другой стороны, и так он 4 может занять просто с разбросом небольшим. У Створка очень странная, очень странная застройка. Что он вообще делает, я понятия не имею. Что это за пилон и гейт и вот это вот, вот это вот, вот это вот, проход для ультрала просто, не знаю. Но надо привыкать. А вот еще и пилон. Что вообще мертвейшая застройка? Створка я такого не ждал обычно, у него все четко как бы. Ну, вот он так решил. Здесь просто собаки дожделка растолкать могут. Так, на Сингапур это Азия, там нету 200, как бы там собственно пинг. Когда мы интересовались, как бы китайцы сами писали, что у них где-то 150 примерно пинг. На азиатском сервере, на корейском. Там тем более есть разные, там есть, во-первых, там есть Корея, во-вторых, там есть Тайвань. Как бы на Тайване, я думаю, у китайцев еще выше пинг. Просто можно, ну, как бы, чтоб хост там создавали. Корейцам все равно лучше будет, как бы, я думаю, они будут не против. Приходят. Хотя, нет, смотрите, не раскалкивают линги делка в лучшем. А что здесь? А, ну здесь, кстати, чем хороша эта застройка, так тем, что продублировать можно вот так вот. Что Сторк, собственно говоря, делает. Уверчаж попер. Смотрите, как, блин, продумано от Solar Push'а. А почему больше Solar-то в Самсунге со Сторком? Это Сторк, черт побери, тоже, наверное, все придумал. Но здесь лифт наверх пошел. Очень большой напряг сейчас для Сторка. Линги бьются. Линги протаются. Проход пробить. Заказан Immortal. Адепт падает. Надо грызть. Пилон Пайлон. Грызи Пайлон. Грызет Пайлон. Короче, Пайлон падает. Адепт сразу вышел под удар. Попал. Оверчаж готов. 50 энергии есть. ГГ-пища Сторк. Силки вообще разбушевался. Вот тебе и тренер. Вот тебе и антисолар застройка. Вообще изничтожил оппонента сейчас в силке. Красавчик. Очень жесткий прессинг был. А я пока трубочку скушаю, ребят, и чайку глотну. Захожу в игру. Звук уберу. Бонинобов. Слыш нее. Д Och, кровоти. Продолжение следует... 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 Опа! Игра создана. Прыгаем туда. Заиграл себя щеликом. Братан, я тебя люблю, ты мой кореш шерстяной, понял? Но сладкого тебе поэтому не дам. Игра, я сниму все кофтики, смотри, у меня. Ну что ты приуныл? Чё ты приуныл, Чарлик? Как диван? Диван замечательный. Открою окно, пусть Чарлик там дышит. В общем, ждём начала, ребят, очень медленно, счётчик зрителей обновляется, конечно. Просто дичь. Так, ну что, пак против. Пак против. Чика будут биться сейчас китайцы. На кибетике, кому интересно, ставочки есть везде. Пак против. 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 Моя стихи просыплена. Моя стихи. Моя стихи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ю6О подчеркивание хада поддержал ваш канал на сумму 91 рубль и сообщает... Пами спасибо за душевные стримы. Спасибо и бонадоти! Так, короче... Сейчас переключусь назад... Какой-то голос убогий стоит, я смотрю... Сейчас надо протестить, где у нас старый добрый странный мужик... Вообще... Здесь у нас Бо-3, первая карта началась... Захар, кто у нас там был-то? Максим у нас, по-моему... Это проверка голосового сообщения... Вот это он, действительно... Все... Спасибо всем за поддержку, братва... Все, ребят, весь в игре... Теперь я... Слушай, к некоторым моментам надо привыкать на новом сайте, и мне приходится отвлекаться иногда, поэтому... Здесь у нас добыча газа начинается уже... Второго упака... Рабочие... Рабочих 16... Почему 16, я чуть не понял... А, вот эта пробка на минерал направленная, она едет сюда, поэтому такая цифра написана... Вот это меня всегда смущало, да, как бы, что... Издалека едут, а здесь уже написано, как будто добывают... Прилетает рипер, начинает бомбить, не слабо тут... Но улетает, у вертяж пак не стал... Выставлять... Не знаю... Это голос Захара был... А сейчас Максима поставил я обратно, старого доброго, странного, упоротого нашего друга... Ну что, рипера поймать не получается, но тем не менее и рипер ничего абсолютно не убил здесь, в этой игре, поэтому все нормально... Нет, не Яндекс-мужик, это там... Максим... Но он, по-моему, из Яндекса, да, я чуть не помню, если честно... Ну вот чай, если будет кто-то поддерживает, то будет понятно, вернулся ли старый или нет... Опять рипер залетает... Ну а минус рипер, в итоге адепты его валят... Три ета готового пака на одном пилоне, что с кибернеткой висит, как-то стрёмно... Робо есть, делается и твайлайт... Ну а здесь вовсю добыча идёт мулы... Мулы выкидываются новые постоянно... И минки плюс... Так, минки плюс био... Оп, голосовалка пошла... Фиганы так вылазят, прям на полчатик... Тяжело не проголосовать прямо... Бля, я не могу её крестиком закрыть, что за подстава-то... Я здесь, среди теней... Так, надо писать... Я здесь, среди... Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей... И сообщает... На развитие отечественного стримерства... Спасибо, разумишка... За рубль... А кто такой неизвестный? Почему неизвестный? Я чуть не понял... Так, ребят, здесь движуха идёт... Сейчас я вас добавлю всех... Вот... туда... Ну неизвестного со знаком вопроса... Если ты известен, отпиши свой никнейм... Ну и отступает до дома... Пак пытается отступить... Спасая сталкеров в призму... Ну и отступает до дома... До дома... Так, здесь минка... Вынужден Нексуса отдать из-за этой минки... Идёт пак... Натыкается на ещё одну минку... Он везде... Заминированного тирана... Пак куда-то собрался... Атаковать что ли... Я чуть не понимаю... Здесь такое... Хорошее... Хорошее количество юнитов осталось... Ещё могут они и развалить... Между прочим... Заходит пак... И куда он собрался... Что он собрался делать... Объясните мне, пожалуйста... Минус 0... Либератора... В это время... К паку идёт врыв... От... Оппонента его... И этот врыв разваливает... Пилона... И разваливает здесь много чего... Между прочим... Так... Нужно загружаться... Я не понимаю... Чё Тиран вообще не боится... А... Он боится возвращившихся юнитов... Наш пилон атакует... На наши зомби напали... На наши зомби напали... Так... Ну здесь пак держится... И смотрю... Даже в третий нексус... Всё-таки выходит... И уже даже... Первый дестабилизатор... У него готов... Не знаю правда... Что он дестабилизировать... Здесь будет... Каких юнитов... Он собирается им убивать... Вместо того чтобы сфокусить... Второй медивак... Пак принялся стрелять... Непонятно почему вообще... Об сервер не подвести... Минку не выбить... Мог сейчас два медивака... Спокойно сбить... Я могу... Я то могу закрыть... Через создание новой голосовалки... Голосовалку... Но зрители не могут создать... Новую голосовалку... Поэтому им не закрыть... Вот... Так что она просто тупо не закрывается... Как бы это важно... Я отписал по этому поводу... Через плеера... Анонимно... Можно донатить... Ну... Это конечно хорошо... Шел дестабилизатор... Полюс... Увидит... Машина горит... Сел машину и сгорел... Сейчас короче... Как про медведя... Анекдот... В общем то сейчас это и произошло... С дестабилизатором... Которого Пак... Зачем то в свою призму посадил... И отдал на ровном месте... Падают все дестабилизаторы... Сталкеры еле-еле... Но держатся... Еще робо добавляется... Одно... Грейды по нулям... Упродцы... Здесь плюс один есть... У тиранщика... Поэтому все нормально... Так... Какие то агрессивные блинки... От Пака... В общем то тиран его разваливает... За его агрессивные блинки... Нелепые... В итоге здесь... Падает все абсолютно... Третий некст уже падает... Похоже на 1-0... В пользу... В пользу Чика... Потому что некст уже точно не отобьется... Дальнюю минку там выбил у нас... Пак... Так... Под своим стулкерам попадает Пак... Заход Чик еще раз... Выманивает еще один залп... Ну хоть минку здесь подрезал Пак... И то хорошо... Верчаж сейчас кончится и будет... Тяжеловато в итоге... Да... Здесь тиранчику... Ну вот он... Последний пилон выбивает... Выбивает дестабилизаторов всех... Ну может хоть крутой залп... Этот батл бы перевернул... Но даже если бы здесь просто отбился... Здесь Рога Генчик... Залп парабам... Пак пищет ГГ... Ребят... Это жестко... Что ты приперся сюда... Отдыхай... Как ты закрыл голосовалку? У меня она не закрывалась почему-то... Как и у многих других... Что ты приперсяд wollte? Ты гдеisan мт secondo jam... Это жестко... Хтор私ども guardian бенз vinegar... Д disparала... И потреблялась хит Genauу... И все варианты д statuteaterauen... $2. А Вместо транс lugar... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нажал на меню чат голосовалка, но так все закрыли, кто закрыл, просто такого быть не должно, что крестиком нельзя закрыть, а то нахрен он там нужен вообще... Этот крестик вообще-то, да... Не для красоты же... Здоров телевизор... За Чарлика не волнуйтесь... Я с ним уже очень долго играл, наверное, просто было... Чуть пораньше приходить... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, прилетает реперок опять... Получил пару залпов... Попытался... Попытался... Ну, трик сделать... Под иллюзию адепта гранаточку поставить... Попытался... У нас тиран, но не получилось... Ну, в принципе, адепт все равно не догнал репера... Что стандартный билд, как и в прошлой игре, репер в барак с реактором, марики, минки через факту и старпорт... То есть передрок минок будет, соответственно... Ну, и... Потом какой-то выход, может быть, даже со стимпаком... Ну, пак как-то, честно говоря, в прошлой игре отыграл слабо, мягко говоря... Что-то я от него большего жду, но... Не получается... Может из-за того, что сервер азиатский, конечно, я не знаю... Ну... Американцы сами на нем играют, как бы... Наверное, более-менее можно играть... Минус репер... Проблема в том, что... Пак еще играет каким-то билдом своим старым... То есть блин сталкеры плюс дестабилизаторы... Я... Он играл чуть ли не год назад таким билдом... Ну, не год, может, полгода... Прикольно, глядинка... С флешем... И дошираком... Прилетает минка марики на мейнфак... Реагирует, уводит... Все... У нас вертяж пошел... Блин... И никак не может просто отбиться полгода от этого дропа... Черт... И Марик его убить не может... Смедивак его спокойно лечит... Надо пробок брать... Он сейчас развалит... Летающую тарелку с автомата, черт побери... Нет, не развалился... Все-таки Пак чудом каким-то разбился... Но... У него могут быть проблемы... Привет, Q... У всех голосований не закрывается, к сожалению... Вот... Либо F5... Либо как бы... Надо на меню нажать... Выбрать меню... И там она только закроется... Вот... Я писал в Канфу... Должны пофиксить... Еще... Слишком много багов, конечно... Пока что на новом сайте... Это там невероятное количество вообще... Так... Прилетает дестабилизатор... Залп по рабам... 5 КСМ-ок... Плюс 2 мулы уничтожены... Мулы уже, конечно, не новые были... Но просто уже сразу... Сразу ситуация по рабам... Немножечко выпровезутся... Уже чуть больше стало... У него рабочих... Можно еще одного дестабилизатора сюда привезти... Как бы... Будет очень неплохо... Можно залпануть двумя... Еще залп пошел по рабам... Ну тут и два раба... И Мариков нормально... Жахнуло... Так сейчас... Тиранчику... Пытается покарасить... Но вот в этот раз... Игра получше для него началась... Вроде как тиран не прессует... У него более-менее... Так... Еще один гейт пошел... Два дестабилизатора уже здесь в полете... Марики не в куче... Немножечко... Ну несколько Мариков Пак здесь подбрил... Ну и смотрите куда идет тиран... Он идет за... Эти камни... То есть он будет пытаться продавить... Но успел уже пробить эти камни... Игра Пак... Ну будет ли он на танки врываться... Вопрос хороший... Пошел врыв сейчас... Так... Залпы дестабилизаторов идут... Танки свалили отсюда... Можно пилоны издалека отсюда... Убить... Но минеральную линию оттуда... Атаковать нельзя все равно... Хотя вот отсюда можно вот этот пилон... Так я думаю выбить... Но не стал... Так... Шесть скейтов... Блин... Кост делается... Еще пока четыре... Плюс два добавляется... Шесть будет... Полетели дестабилизаторы... Опять харасить... Ну дестабилизаторы... Это хорошо на средней стадии... Но когда у тирана станет много вообще... Что на лейте... На лейте-то Паку делать... Так... Минус восемь ксмок... Минус мародеров... Несколько штук... Вот сейчас сильный был очень... Залп со стороны Пака... Вот ошибся тиран... Надо не жалеть... Сто минералов лишних... Поставить две туретки сразу... И все... Будет не залететь тогда... В итоге... Он не ставит... Туретку и печаль... Пробка из мариков... Стандартно стараются... То есть... Сплэшем минки... Стараются тирановских юнитов... Зачастую... Продемажить... Тиран конечно все верно сделал... Там... Много дестабилизаторов... Здесь сейчас танки разложатся... Смотрите... Как отсюда выбить танки... Танки будут стоять... Просто не может без чаржи... Без архонов наломиться... Стреляет просто в пустоту сейчас... Смысл какой... Конечно тиран просто не будет подходить... Драться и все... Мне тут в итоге заблочен... Вот ущербность этой страты... Я... Не... Я понимаю... Начал ты через мув призмы дестабилизаторов... Ну куда ты их мащишь-то? Это ж не ПВТ, ребята... Что творить ПАК вообще? Это ПВТ надо во что-то перейти... Более такое вменяемое... Что сможет нормально тут действовать... Нормально биться... Так... Приходит БИО... Ну явно ПАК никак не стреляет... Да дестабилизаторами... Это очевидно... Нужно подойти... Здесь что-то далеко... Где ты их... Ну танки же за 3-9 демель... Что ты их увел-то? Стоит так, чтобы они нормально стреляли... Просто побил... И все... А вот это уже хорошее попадание... Ну это косяк тиранов, соответственно... Сталкеры идут вперед... Вот танки подходит... Здесь ПАК... Дестабилизаторы делают зал... Да вкуснятые танки! Какой они дэмэдж сплэшем наносят! Просто колоссальный вообще! Ужасная битва! Вот голые сталкера против тирановских миксов... Мародеров с медиваками... Это вообще космос какой-то! Они вообще падают в секунду сталкера! Четвертый нет... Успак понемножку старается раскачать... Пару пробочек подстроил... И все дестабилизаторов строят со сталкерами! Ну что это такое за миксы? Ну если ты так играешь... Хоть гриды на сталкеров делай! Они же блин... Мертвые вообще эти сталкеры! Они слабенькие! Против таких миксов! Вот пришел тиран... Нексус завалил и что? Ну это потеря позиции этого... Конечно можно было избежать... По аминкам более... Ха-ха-ха! Вот Тойота! За торможенный блин сейчас бы Нексус себе... Еще подменил бы полным дэмэджем дестабилизатора... Вот... Здесь передроп на мэна тирана... Гигантский передроп... Намечается... Ну нет... Передумал тиран что-то дропаться... Разгрузился снизу... И пошел к второй базе опять... Здесь сталкерами... Отогнал пак в общем-то оппонент... Здесь приходит Био... Призма минус... Либератор там еще сзади где-то есть... Дестабилизатор минус на 1 мэн... Ворваться просто спокойно... Здесь только Био что в мясо просто разложат... Чик пака... И кстати два китайца будут Венера... То есть... Китайцы-то смотрите блин... Столько турниров для них делают... И они реально на подъеме сейчас... Торг минус пак минус... То есть уже... Смотрю китайцы не то что слабее... Они уже и сильнее чем другие играют... Даже я бы сказал бы... Загрузился... Разгрузился... Да дропайся ты прямо на этих юнитах и все... Все... Дестабилизаторы уничтожаются... Сталкеры уничтожаются... Все на стиме... Мейн падает упро... Сюда пытается... Тут пак сталкерами что-то сделать... Здесь Био достаточно... Чтоб отбиться вполне... Правда... Все перестимпатченное... Да... Здесь может эту волну... Просто сможет... Убить... Но дальше выйдет прирост и просто отобьет все спокойно... А здесь... Здесь нечем отбиваться... Абсолютно... На третий никто захочет... Короче... ТВЗ мы сейчас увидим в финале мини-рук... Финал гуди-рук будет получать... Ускорф против пака ПВП... Ну и что поелы... Ну и что поелы... Неплохой для... Китайского тиран... Здесь прирост на стимпаке... Подбегает еще... Ну короче... Точка будет поставлена в ближайшие секунды... Здесь двумя что-то юнитами... Он прям дерется... Тремя точнее... Марики еле-еле... Но живут... Да... Медиваками надо улететь... А то тут юниты без прикрытия... Ё-моё... Какие залпы идут от пака... Чип умудряется отдаваться... Но даже это не спасет просто... Потому что слишком много тирана... А просто слишком мало... Так... По дестабилизаторам залп... Две минки выбил сейчас в пак... Ну... Не может чип никак дожать... Но... Я думаю что... Через пару секунд дожмет... Скоросоминка... Рабочих прижигает... Адепт идет очень близко... От выстрела... Дестабилизатор... 60 лимита на 140... Еще два выстрела пошло... Ну... Не подойти так просто... Да тирану сюда... Ну ему и не надо подходить... С мейна цеха на 9 перелетела... Вот добывается... Вы видите... Не сдается пак... На что-то он надеется... Еще я правда не знаю на что он тут надеется... Ну... Мейн падает здесь... Пака опять что-то там в центре гуляет... Не знаю зачем... Как можно меньше тирану... Сейчас в лоб надо драться... Либо меньшим количеством юнитов... Как можно больше... Как можно... Меньшим количеством юнитов драться в лоб... Чтоб дестабилизатора не убивали... Ну и добивать уже пака наконец-то... Я не знаю что он тянет... Мне вот такие игры... Где... Просто что-то игрок тянет... Не понять чего... Вообще как бы... Ну... Не понимаю... Да хоть всю армию здесь убьешь... И вот эту... У тирана экономика... Здесь она отсутствует... Просто экономика... Пак надеется на свои... Снайперские выстрелы... Он почувствует... У тебя ковбой... Пак... Ты сраный ковбой... Сказал бы Живиновский... Блин... Выходи уже из игры... Руки прочат... Затягивание... Ну и так... У-у-у-у-у-у... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что Чик против Силки будет сейчас биться Получается, ждем ТВЗ Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Игра возобновлена. Игра возобновлена. Все, вроде настроил китайском. Все, и будем сейчас смотреть. Вся, вот чатик, плохо видно. Спит там за мной. Ну что, прилетает рипер. Начинает бомбить. Здесь 6 лингов есть, мук делается. Но мук не успевает пока доделываться. Здесь дрончик один ныкается. Собаки спускаются. Подкинул гранату. Ну все, сейчас королева будет готова. Можно спокойно, в общем-то, здесь отогнать. Дрончиков немножечко раскинул. Тут у нас тиран. Вот один дрон что-то стоит. Надо направить его на добычу. Зерк упорно не хочет замечать этого дрона. Почему не лайфинг смотрим? Потому что смотрим кунг-фу кап. Так. Два эволюшена. Но это милишный стиль, видимо, через линга королев. Интересно, чем, конечно, все это кончится. Рипер здесь летает в районе третьей базы. Нужно принимать. Но сейчас уйдет на май. Но окружишь ты его лингами. Это ему вообще не пытается. Через заклик сзади бежит. Так, ну два линга наверх. Три линга, кстати, наверх поперли. Ну это минус рипер, очевидно, будет. Поймал, наконец-таки, зерк. Молодец, все-таки. Все-таки отловил. 1-1 грейды пошли. Грейды ранние, соответственно. Здесь в сим передроп мариков будет. Билд у нас на тирана. Ну будет ли инженерки сейчас быстренький или нет? Это вопрос. Три линга. Ну что, запили на арморе, на мэне. Это не просто будет передроп, соответственно, 16 мариков. Это марики хилбаты будут у нас. Такой билд мы уже видели. Один дропчик полетел с 7 мариками. Что вообще делает, все равно понятия не имею, ребят. Тут, по-моему, надо уже как бы выход делать какой-то. Он одним медиваком полетел. Но он будет сначала одним полететь медиваком, потом будет выход марики-гелики. Вот. Так, что-то туда-сюда линги полежали маленько. Полетела какая-то дропчика. Дропчик полетел. Три медивака. Мариков вообще нет в этом дропе практически. Здесь супер-беллингбаст гигантский идет вообще. Посмотрите, сколько бейнов здесь. Беллингбаст и марики уходят наверх. Депошечки нужно пробивать. КСМ-ки пытаются увести сейчас у нас с Тиран. Но не так просто. Здесь контр-врыв. На самом деле здесь еще вопрос, кто в размен будет выгоднее играть. Тиран-то сейчас поднимет здание, рабочих заберет. Зергу развалит мейн, развалит вторую и все у него нормально будет. А Зерг что? У Зерга одни линги здесь останутся и все. Так, тем более марики здесь с КСМами сражаются. На месте Тирана бы увел бы лучше, чтобы КСМ-очек некоторое количество. Так, приходят марики на мейн. Пока марики без щитов. Бейнов надо отфор... А не, марики со щитами. Погодите, нет, без щитов. Мне сначала показалось, что щиты вроде как доделаются. Они просто с колбатами рядом стояли. Все-таки марики без щитов. Я думаю, что здесь победа Тирана нас ждет. Колбата трансформируется. Не понимаю, нафига он тут пытается здесь что-то разбирать. Одного мародера увез. Стосейки подняты. Ну и все, поднял здание и все. Там Зергу нечем, собственно, встретить это дело. Пытается вернуться Зерг сейчас на оборону. Ну, 36-23 по боевому лимиту. Ну, вот на куда побежали маленькие? Кривой Тирана, а? Просто поражаюсь. Забежал сюда, но... Не, ну молот, горяч, лезет вперед и в итоге терпит, в общем-то. Вместо того, чтобы просто спокойно сюда зайти, сплетануть юнитов, как бы... Тем более я видел, что Беллинг Нест остался жив у Зерга Тирана. Я вообще не понял, почему он так ломился агрессивно вперед. Так, кстати, пул убить. Убивает. Пул Беллинг Нест тоже чуть позже погибнет. Кстати, у Зерга-то не все так плохо, ребят. Зерга-то побеждает. Я уже его похоронил. Ну, а почему я похоронил? Достаточно было Тирану провести адекватный бой. Хотя бы просто. Не зайти в ловушку, а вот здесь устоять. И Д нажатие, а клик вперед. Он победил бы даже с минимальным сплитом. Не говоря уже про нормальный сплит. Но Тиран просто отдал свою армию сейчас в никуда. И, конечно же, Зерг с 29 рабочими сильнее Тирана без добычи. Все, если армии нет пробить, то ОГГ. Тиран должен был выиграть последний бой. Ну что, ждем вторую игру. Вот уже пост. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, да, там все издания сгорели у Тирана. Короче, какой-то мертвые силки, которые недавно вообще никого выиграть практически не мог. Что-то всех шатает просто в хлам. Я прям поражен этому всему делу. Вот. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Он играет вверх агрессивно и все. Так, пошел второй барак. На мейн тут мулец полетел. Ну, шесть лингов строится, как в предыдущей игре. В этот раз Тиран играет без рипера, как вы видите. Вообще без разведки, без всего он играет здесь. Пошла факта. Второй барак добавляется. Передроп это будет интерес 16 мариков или нет. ТС лавка 88. Честно говоря, я вот не понимаю, ребят, кстати, вот насчет нового сайта. Мне кто-нибудь, если может, объяснить сейчас общелищные сообщения, можно писать или нет. Вообще не вкуриваю. Походу, функцию вообще убрали, что ли, или что? Вооружен и опасен! Прикольный чарлик спид. Прикольный чарлик спид. Задрых там сзади. Сторг специально всем сливал, чтобы камбэкнуть. Ну, возможно, да, он просто решил приподняться на подставных матчах. Просто тренер команды, да. Четыре королевы грузятся, полетели. Еще королева выходит новая. Блин, какой это за... Он вообще ничего не делает, кроме вот этого вообще, кроме этой агрессии. И зачем тебе пять оверов для передропа, если у тебя там, ну, лингов... Если ты лингов, то не сажаешь. Так, ГУК-911. Это должны восстановить все. Да, к сожалению, сейчас подписаться на канал невозможно. Чем подписаться можно, но уведомления на мыло, ну, не работают. Просто кнопка, как бы, и это печаль полная, ребят. Но обещали починить и обещали восстановить всех, кто подписан, как бы. Я сказал уже, что за бред вообще. Люди на мыло письма не могут получать. Ну, короче, в этот раз тиран как-то получше обороняет. Смотрите, сколько КСМов будет. Зики поддержал ваш канал на сумму 228 рублей и сообщает. Вечер в хату, часик в радость в поме процветать и крепнуть всему людскому ходу старкрафтерскому. Отправляю тебе подгон, басяцкий, копейку на стримы. Новый, извини, что немного, ибо с деньгами не очень зато от души. Всем мир, братья, твердый знак, твердый знак, твердый знак. Спасибо тебе, Зики. По-братски, братишка. Достраивается депошка, сейчас сразу загорится. Надо вычинить ее, вычинивай, нафиг ты ее достраивал, она. Парадокс, да, пока не достроена, не горит. Достроилась, загорелась сразу. Вот тебе и на. Алексей 32, 167, а что 11 значит? Не понял я, какие 11? Хорошо, что коэффициент такой зашел. Будет у вас, если заходить. Будете на премиум подписываться и поддерживать мой канал, естественно. Это, конечно, он не очень что-то. Спасибо за субст Marshmallow. короче улунь продолжается здесь 10 тиран идет выход короче 10 тиран ставит точку в этой игре очевидно что зергу не отбить никак этих маяков возможно тиран здесь тоже дома не особо-то отобьется но опять же как в прошлой игре ему просто нужно не терять 100 армии убить так на майне все падает надо увести цеху просто и все так падает мэйн падает везде нет что брудлингов на оклике убить куда-то побежал здесь бэллинг нест пытается зерк отстроить но бэллинг нест его не спасет лимит 50 на 38 но собаками вот это отбить невозможно ребята тирану просто не надо ну вот куда ты стимпатчешься зачем ты стимпатчешься а ну он бэллинг нест хотел убить ну ладно бэллинг нест убить дело полезное но можно было просто на муве здесь все убивать главное не надо перестимпатчивать юнитов слишком потому что хп у них меньше становится у медиваков нет энергии больше особо и марики падают какие-то марики пошли туда нибудь что а он боится линга побоится немножечко что поделаешь сэшки улетают просто принять бой королев подбрить вот этих всех как бы и вот эти которые в оверах летают сэшка падает здесь пытается зерк построить хату но здесь сэшка сидит ребят но если тиран сейчас потеряет все сэшки то может быть и вольно не я про другое я не просил в личку написать я спрашивал если не личка а сообщение на сайте как бы в личные сообщения на самом сайте я просто их не могу найти где их писать короче вот похоже их просто в принципе убрали непонятно почему так хату зерк все-таки ставят давайте по юнитам посмотрим 25 лингов 7 королев против 18 мариков и танков нужно медиваком энергии немножко тирану пополнить у них слишком мало энергии посмотрите у них тут по 10 по 13 энергии они ничего и вылечить не могут тем пачество у нас тиран пытается прикрыть свою сэшку догнул танк две королевы с транслюзов полная вообще энергии королевы падают вообще все падает мулу надо выкинуть сэшку вычинить просто и все да будет нормально у тиран кстати ресурсов 400 хватит здесь 100 процентов так зерк играет в стиле тру зерк играет в стиле своем в стиле чизовом просто ну это не стиль тру тру играет таким стилем но он в макро играет а силки только улынет он больше вообще ничего не делает честно говоря мне немножко подвешивает а игроки играют только улына одни как бы ну ты играешь улына сыграй хоть раз что-нибудь другое так банша откуда не возьмись прилетай а вот здесь баншин я уверен что должно должен был его тиран накапить первую игру тиран тоже обязан был взять но не взял так меня захват кривой стоял ребят второй на рабочий стол который я обычно юзую как бы у вас могла панелька снизу вылезать управление я извиняюсь сейчас нормальный поставил спасибо еще раз тизики так и 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 Да я, ребят, я не про личные сообщения в чатике. Саптек, привет, надо вещей всем. Это чарлик уже давно не щенок, чарлик уже старый добрый кабан. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, 1-1. Третья решающая игра, погнали. Продолжение следует... Так, переводятся рабочие на золото сейчас, силки. Посмотрите. Здесь бункер прямо в центре ставится. Тут интересное решение, кстати. Многие тираны начали им пользоваться. А почему бы и нет, если это работает? Здесь линги грызут камни. Посмотрите, Беллинг Несс пошел. Это супер Беллинг Бас жесткий какой-то со стороны... Зерга. Ну и я не знаю, как тирану от него отбиваться в ближайшей перспективе. Даже нужно ли вообще Зергу пробивать вот здесь вот и с тыла заходить. Нет, это будет 3, естественно. Так, один Морик Бункер сидит. Этот Бункер сидит, остальное все на мэне. Строится танчик первый. Старпорта нет. Без Старпорта танчик не решает. Очень-очень жестко. Забегает линги. Ну просто Зерг, улынер Зерг, который играет все игры улын. Он умудряется пробрить. Короче, всех похоже что-то. Высока вероятность, что выйдет с первого места. Тут линги забегают. На Мариков накидывается. Зерг в Бункер достраивает. 4 Марика успели присесть в Бункер. Танчик пытается подгрызть. Танчик подгрызет, возможно. Мулы пытаются учить. Мулы не учили. Но Бункер жив-здоров сейчас. И строится еще один танк. Если силки не получится справить Бункер, ему будет плохо. Кого дропает? Мэджика дропает. А помните, вы говорили, Мэджик рестримил? И говорил, что из-за меня лагает что-то там где-то. Ну, извини, братан. Чего, блин? Тут у Батлнет иногда все по очереди лагают. Тут ничего не поделаешь. Китайцев что-то припекло у всех. Игра приостановлена. Так. Так. Секундочку. Что-то солнце вышло, ребят. Да, даришь мне, ты что-то вскочил-то. Вскочил что-то. Скидерский. Здорово, Батлнет. Что-то там иероглиф какие-то нам шлешь. Так, линги забегают. Попытаются пробрить бункер сейчас у нас. Первый падает, но второй-то жив и танк здесь нормально все делает. Срываются КСМ-ки. Все, линги кончились. И зерк в улыне в своем увяса. У тирана-то золото добывается. Короче, тиран отбивается, но наказал зерка этого. Молодец. Ну, это было бы совсем нечестно. Такой зерк бы всех развалил. Просто каким-то своим бредом. Просто все игры улыб. Тут два бейна. С другой стороны зерк пробивается. Но есть уже медивак. Нет, с медиваком вообще печаль тут тирана пробивать. Нужно еще один танчик закатить им просто и все. Так, свалять КСМ-ки. Тиран тоже какой-то, блин. Бейлингов не фокусит совсем. Все, что нужно в таких раскладах тиран-ки, это фокус бейнов. Так, линги туда-сюда бегают. КСМ-ки засаживают. Высаживают СС-шку под ними. Отмени строящегося рабочего. Отменяя строящего рабочего. Надо бы вычинить СС-шку. СС-шечка не вычинивается. И краснющую ее посадил опять. Да что ты будешь делать, а? Уведите ее на мейнтал уже. Вообще, хоть убей, не хочется чинить СС-шку тиран. Что за вид 140 хп осталось? Привезка СМ-ку какой-то странный. Тиран тоже туда-сюда вместо того, чтобы теми рабочими, которые там были, вычинить ее туда-сюда ходил. В итоге отдал все. Танк странный. Да, вот сюда и вот сюда надо посадить. Идеально как бы сюда медивак повесить. Увидишь, как линги бегут, будут танк прострелить. Он просто его законтролишь, уведешь и все. Хорошо. Линг вот сейчас надавал танчик. Позицию понял, тиран, где занять правильную. Эволюшн для дроп-оверов. Сейчас королевы с лингами полетят вперед. Продолжение следует... Так, минус дрончики. Полетел улын этот гигантский. Но здесь есть уже либератор, достаточно много мариков. Забегают линги, прилетают еще масс линги королевы. Вот либератор должен танки в эту ситуацию прикрывать. Он разложен в этом направлении. Неужели зерк все-таки пробьется? Здесь надо бункер вычинивать, стараться. Бункер не вычинивается. Вот только сейчас КСМ начинает вычинивать. Но дэмэджа много. Так, но если либератор задолбался стрелять по собакам, он просто нереальное какое-то количество уже завалил. Танчик строится. Здесь в это время танк золота убивает. Прилетит ты на оборону, приведи его уже. Королева двух ударов убила. Она дэмэджная была либератором силки сейчас. Ой, не силки, а, ну, вы поняли. Чик убил. Либератора надо переразложить. Танчик есть. Либератор перераскладывается в другом направлении. Сейчас пульнет по королеве. По королеве пульнул. Мулы пытаются уехать на мейн и уедут. Здесь бы не мешало бы депошку восстановить. Депошку не устанавливает. Но тиран сбил всю добычу. Типа сколько, как он, кого он наубивал? 56 юнитов. Че он там застрелил-то столько всего? Наверное, вместе с брудлингами и еще с чем-то других у меня нету предположений. 56 юнитов убил этот танк. Но это самый первый танк, видимо, который изначально был. Это, наверное, одна из самых больших цифр, которую я вообще видел за весь StarCraft, так, чтобы юнит реально в нормальной игре никогда там какие-то мертвые игроки и там 2 на 2, 3 на 3 играют, а в игре 1 на 1 и, ну, в турнире, где на высшем уровне идет игра. Посмотрите, 59 юнитов уничтожено. Что за жесть вообще? Вы этого не видите, но 59 у танка увидят. Я даже могу вам показать. Оп. 59. Так что можете верить мне на слово. ЦЦшечка улетела. 21.9 парабам. 7 ксм у катера на осталось. У ЗРГ 2 дрона. Че он хочет, я вообще не знаю. А, у него еще королева ведь с лингами есть. Пытается дропнуть. Пытается мейн все-таки отпрессовать оппонента. Куда летит-то все, я чуть не понимаю. Что-то... Не, если бы этот ЗРГ победил, это было перебором. Почему? Королев дропнет и на танке, е-мое. И все. Он дропает рядом, чтобы они стреляли. Понятно, там медивак есть, но первый-то раз хоть на танке дропнет, чтобы потом поконтролить можно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, привет, Ревитси. Там же на Ютубе и то, что не на Ютубе, на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Кстати, можно будет посмотреть до гоуфую ска финалов месяцев, три часа блая. И потом гоуфую ска финала месяца смотреть. Продолжение следует... 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 Апп сервера минусует оппонент Сторгну полиметов, плюс и в большом он Оказывается, конечно Адептиками на майн заходит Сторг здесь не стал Телепортироваться Пилонов не хватает Здесь очень много пак пилонов Он сейчас просто у верчажа Мне кажется, отобьется и все Сторг идет вперед Пошли пилды, пилды неплохие Ну адептики вроде как Неплохо держатся, блин, контроль Со стороны пака начинается неплохой Нужно ли Сторгу на два оверчажа Вот так вот лезть? По-моему Ответ очевиден, что нет Если пак не тормозил, он бы призму Поэтому бы не отдал бы Тима Дерпор этот не отдал бы Еще раз Смук в оверчаж выставить, но он отдал его В итоге оверчаж кончается И Сторг давить продолжает Но адепты как-то в тыл телепортнулись Есть призма, есть контроль Есть блин у пака И он здесь пока что держится Очень даже неплохо, я вам скажу Тем более здесь три эморфла уже Так, Дерпор пытается разводить Адепт телепортируется Адепты бьются по всем направлениям Сейчас у Сторга, но вместо того, чтобы укусить рабочего Он бьется там с боевыми юнитами Это косяк, безусловно Здесь адепт пытается Сторг увести И вывел отсюда и сюда телепортну Адепт телепортируется, его дает 44-38 Полемет на Сторг отступить И Морталов надо добавить Вот он сейчас начинает добавлять До сих пор, в принципе, можно нормально сыграть Но здесь 4 эма Нужно ли посидеть сейчас папу Я думаю, кушать надо ему Кушать Вот он Безусловно Осталось Их Нужно Адепт телепортируется Удив Взрыв Открыть Открыть Подкрыть Открыть Общак Открыть Тебе Так, ну это пытаются пофиксить подписчиков на сайт сейчас, поэтому вам столько уведомлений прилетает Я вам сообщу, какая ситуация нормализуется, вы сможете как бы нормально, в общем-то, их получать Пак двигается вперед и, между прочим, с четырьмя имморталами это делает Тем временем, Сторк строит и имморталов, и адептов в арке, и архончиков добавляет немножечко Хватит ли ему юнитов, это, конечно, вопрос открытый Но у Пака такой микс, я бы сказал, он против архона адептов, он слабоват Слабоват И два АМА здесь, еще и имморталы бонусом по всем здесь Сторковские бьют, что самое интересное То есть даже в такой игре Пак умудряется слить, ну как так Так, АМА теряет, ну пока не слил, но ситуация после провала вот этого выхода печальная становится, ребята Так, одного имморт выкинул своего, Сторк минус нул и отступает назад 81-88, конечно, по лимиту, но... Так, все ситуации, здесь Робобэй Здесь Робобэй будет сейчас строиться, дестабилизатор будет строиться Я думаю, что Сторк пойдет в выход в ближайшее время и будет пушить У меня такое ощущение складывается Неплохо адептов сталкеров телепортнулись, два вообще окруженные оказались Ну, основным количеством Пак ушел, конечно Ну, опять очередная ошибка, здесь нельзя нычка ставиться такая, ну чтобы Сторк ее не мог нормально отменить У него здесь и апсервер есть, которые видят, если у вас будет заказано А у Сторка плюс один Не, ну если он даст много дестабилизаторов Паку настроить, вот это будет в легкую развалено все, но... Пока у него только один будет, но один точно уже успеет достроиться Второй Робот добавляется, надо заказывать, ведь делать, если успеть штуки три отстроить Пак, например Может и больно быть Так, Мазеркор, он пытается телепортнуть пробок Криво делает это Четыре здесь остались, но хоть сколько-то телепортнуло, то хорошо Сталкер отступает назад, дестабилизатора нужно спустить сейчас Залп пошел, ну это мало, ну поспешишь, людей наспешишь Вот юнит, который мог спасти положение, в итоге, ну, так себе выстрел Еще залп пошел Дед, вот, такой залп первый нужен был Паку Кстати, два залпа и почти разобрал, сколько весь лимит Потому что самое интересное А прикиньте, нормально выстрелял Так, здесь стабилизатор еще Паручку АД забирает Здесь и Морфл со Сталкерами держат Паку Не надо драться, так, где Мазеркор-то вообще, я чуть не понимаю Да, Мазеркор погиб, он прилетел, как-то криво погиб Один Мазерчарш выставлен был Попытался, попытался пока отбиться Но это ГГ, ребятки, это минус Пак И мы ждем Десайдер Матч Сторг против Силки А я сейчас вернусь Десайдер Матч Десайдер Матч Десайдад Матч Десайдер Матч Продолжение следует... 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 Так, Дарк, продолжай отрезать мейн. Чё там на киве? Спасибо, Катак223. Вижу тебя, от тебя на киве 200 рэп. Спасибо большое тебе. Получился рэпанчончик. Прям какой-то. Спасибо всем за поддержку ещё раз. Так, здесь Дарка на мейн всё-таки зерк отбивает. Парабам восстановился более-менее. Ну, посмотрите на лимит, а боевого столько больше, он значительно качественнее. Здесь есть 3 имморкла, здесь филдов много достаточно. Талкер с блинком. Контроль от Сорка имеет место быть и неплохой. Салтеры поотблинкивают неплохо. Вот надо филды ещё ставить новое. Куда-то Сорка всё за филдами оставляет, лишь как-то пополам поделить. салтеры поотбивает. Ребята, как пишут ссылки, не понял, Саундбёрд, про что ты. Про какую работу, про что российский стрим-сервис уже давно заявили о своем существовании. А, я Сону уже слил Бьяну 2.0. Ну, значит, там Бьян 6.0 просто и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, вторая игра с торг-силки. Поехали. На 1.0 торг ведет. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, смотря через какой кашель рестарт ты пытался закинуть, я не знаю. Либо на саппорт в гудгеймру. Надо писать, здесь дистанцмайнинг пошел в сторх, заметил рабов, вернул, молодец. Либо на саппорт, либо мне пиши. Ну, судя по ноте на фанс, у тебя там не хватает, как бы, средств. Наверное, комиссия действительно. Сорсерер, нет, в черном списке тебя не должно быть. Еще бы ты был в черном списке. Есть игнор лист, но там один человек, дрищ мозг, у там такой. Есть, но... Больше там вообще никого нет. Так. Катак 2, 2, 3. Если ты хочешь реплей именно с этого турнира, ты мне просто напомни потом после него. Я их всех просто, ну, объединю в какой-нибудь архив и могу тебе скинуть. Только так, по-другому здесь не бывает. Опять, посмотрите, перегруз лингов на мейн идет жесткий. Ну, кстати, такое золото наказывать тут именно таким билдом, это актуально вообще сейчас со стороны Зерга, я вам скажу. Так, там резонирующие Глебы на 2-й побежали. В это время на золото врыв идет, кажется, это минус Сторг. Первую игру в предыдущей серии точно так же наказал Зерг Сторга, на самом деле. Точно так же, абсолютно точно так же. Есть пробочки, падают, надо пилон сгрызть, ебать, что он на пробок-то накинул. На мейне Сторг чудом кем-то отбился, но сейчас еще бой за... Заезд наверх. Зачем всех-то сюда повел? Приведи ты часть золота сгрызи. Нет, побежал всеми наверх. Зачем всеми-то лингами бежать, епросто. Накидываются на адептов. Ну, пробую через карту делать по переводу. Я не знаю, как там это все сделать. Понятно, что пока косяков много и что-то не работает, минус Сторг. 1-1, ребят. Ждем решающую... ...игру. ... ... ... ... ... Продолжение следует... 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 ... Продолжение следует... 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 Ну что, тут пытается в лоб прозреть сторка вот этой силки, но зелки справляются, пока улын не прекращается, попытка сталкером сбить овера вот этого. Если овер будет сбит, будет гораздо проще, в торку сбивай же его, наконец-то сбил и увел все. Какой же в торку мертвый, а? Я извиняюсь, что он делает-то, блин? Через F2 всех зелков взял, увел, но здесь оставляется-таки одного. Пытается справиться с обороной, Гейдж сейчас упадет, проход откроется, стенки не будет, зелков вниз введи сторк, что ты такой медленный-то есть? Медленнейший просто сторк какой-то сегодня, но оверчаш выставляется и сторк все равно справляется, несмотря на все свои ошибки, это дичь, да. Здесь проход прикрыт адептом. Короче, у овера больше нет, делки с адептом все рубят, уже какая-то просто дичь происходит. А, и здесь оракулы прилетели, ни одной спорки нет, ничего нет. Королева тоже падает, все, оракулы будут висеть, и они сейчас убьют просто зерга. Короче, сторк справился. Ну, блин, силки заставил понервничать сейчас и меня, и всех, тех, кто за сторка здесь в данном матче. Минус силки, ребята. Вообще, вот, силки ни одной игрой не играют, что пулы мне сделать. Мне это поражает, конечно, но... Рестарт поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, PayPal комиссию большую берет, там долго объяснять. Просто привычка. Все платежи через Яндекс провожу равно. Спасибо, Телестар, но я не знаю, какие тебе там причины ты преследуешь, но можно просто через карту напрямую делать это. Ну, смотри, сам тут как удобнее, я еще настаивать не буду. Кто как хочет, может, так поддержит. Просто еще далеко не все на сайте пофиксилось, поэтому, ребят, ну, сами понимаете. Спасибо. 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 Так, не понял, какой ты, Гриш, и старый Яндекс сказал, что 100 прошло, а вот только что 100 пришло. Ты должен видеть зеленым в чатике текстом. Ты что, зеленый текст не видишь, что ли? Ну, все нормально. Спасибо. Ну, все нормально. Я делаю стоп-старт, и сейчас мы иду в Гоуф войска, финала месяцев, посмотрим Блая против Марин Лордов. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо.